Реконструкторы в город над Бугом активно приезжают с 2011 года. За этот период число участников инициативы существенно выросло. В 2018-м порядка полутысячи человек, представителей разных стран, приехали на международный военно-исторический слёт. 22 июня Брестская крепость. Такое название носило встречу. Изменения произошло и в месте основной дислокации. Раньше реконструкторы жили в военно-полевом лагере вблизи крепости. Сегодня располагаются на базе молодежного патриотического центра. В этом году у нас уже готовится к открытию молодежный патриотический центр силами военно-исторического клуба «Гарнизон неравнодушных горожан». Нами восстановлена территория, которая прилегает. Восстановлены вычищены казармы, появилась площадь новая, на которой можно размещать военно-патриотические клубы. Поэтому решено провести это мероприятие в форме слёта военно-патриотических объединений. В благоустройстве и реконструкции центра принимали участие многие. В ходе церемонии открытия слёта наиболее активные горожане были удостоены грамот. Вот мы просто наблюдаем картину. Паренёк какой-то, да, там сколько ему лет, там 19-20, встал и пошёл в атаку. И пулю принял, как говорится, что называется, на вздохе, да, и погиб. Что им руководствовалось, чем он руководствовался при этом, вот для меня абсолютно не имеет значения, там, смерж сзади там какой-то там был, там, заградительные батальоны, девушка, может, медсестра там, да, какая-то, он не мог показать, что он трус. Абсолютно не важно. Для меня важен сам факт. Вот он принял эту пулю, и рейх стал беднее на эту пулю. И мой дед не принял эту пулю. И поэтому я появился вот в той сборке атомов, которую вот вы видите. Может быть, немножко сумбурно, но вот я объяснил вам, да, наверное, что мой руководствовался. И я, конечно, буду это продолжать делать и дальше. В списке мероприятий реконструкторов парад военно-исторических объединений по улицам города, от крепости до Советской, единым строем и чеканным шагом прошли сотни человек в военной форме и гражданской одежде, которая является или точной копией, или даже оригиналом той, что носили в 40-х годах 20-го века. Каждая деталь имеет значение для соблюдения исторической точности. Это большая возможность для молодого поколения задать вопросы. Это ведь не только учебники, мы ведь живые экспонаты. Мы практически музей под открытым небом. Сложно этот музей компоновать? С одной стороны, очень сложно, а с другой стороны, если есть удовольствие, то, естественно, возможность всегда найдется. Особую атмосферу параду придает участие техники. Ее поиском и реставрацией занимается один из брестских военно-исторических клубов. Вся техника, которая сегодня представлена в параде, большая ее часть принадлежит нашему клубу. Мы ее восстанавливаем. У нас есть удивительные вещи, которые мы хотим делиться. Мы любим историю, храним ее и делимся с горожанами. Мы всегда это делаем, уже не первый год. В парадном строю немало постоянных участников. Много и тех, кто приехал впервые. Для того, чтобы без машины времени перенестись в прошлое, люди порой преодолевают не одну сотню или даже тысячу километров. Мы являемся реконструкторами из разных городов. Я из Тольятти. Я из Саратова. Приехали к вам впервые. И как реконструкторы считаем делом чести принять обязательное участие в таком знаковом событии. Возможно, это станет даже традицией. Нам у вас очень нравится. Наш клуб вообще уже шестой год сюда приезжает. Я первый раз приехал, собрался. Впечатлений, конечно, масса. У меня дед воевал, погиб под Ленинградом. Сам уже не первый год собирался, но все не получалось. Меньше вот приехал. Трудно передаваемые впечатления. Дело в том, что все мужчины в роду Дмитриевых воевали, и отец мой в том числе. То есть для меня это святое. Очень хорошо, что сейчас это понимает поколение, которое делалось позже. И много иностранцев это понимают. Мы в этом году во время не зарегистрировались и не смогли. Ну вот я не смогла попасть, потому что очень много желающихся всего мира. Это замечательно. Пока центр города, улица Советская погружалась в атмосферу последнего мирного дня, любовалась парадом и необычной одеждой в крепости. Рядом с экспозицией военной техники разворачивалась еще одна реконструкция. Здесь воссоздали ситуацию на границе накануне войны. Будет показано по ситуации на границе. Это переправа диверсионного немецкого отряда, немецкие провокации, которые сопровождались, переход перебежчиков, а также переход военнослужащего вермахта, который сообщил о точной дате нападения на Советский Союз. Это первый блок. Второй блок будет показывать жизнь и быт полевого лагеря Красной Армии. Мы будем показывать, как происходила боевая учеба, подготовка солдат. Также будем показывать, как жили люди простого города Бреста, что в нем происходило накануне войны. За всем происходящим в городе над Богом 21 июня наблюдали тысячи человек. Приходили семьями с детьми и близкими. Пыли, слезы на глазах и вздрагивания от непривычных для современного белоруса выстрелов. И минуты, когда от тишины толпы воздух буквально звенел. А значит, никто не забыт и ничто не забыто. Несмотря на без малого 8 десятилетий пути. Анастасия Стропко, Павел Малошонок, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.